Привет, друзья! Александр Беляк. Рад вас приветствовать на своем канале. Мы продолжаем здесь читать книгу Псалтырь. Сегодня у нас 125-й Псалом. Надеюсь, вы благословлены этим временем, которое мы проводим вместе. Иисус Христос созидает Церковь свою, и Церковь – это мы, это святое сообщество. И чем больше всего мы с вами делаем вместе, тем больше благословений мы вместе и получаем. Подобно тому, как Господь различные дары дает отдельным членам тела своего, точно так же и откровения мы получаем различные, хотя читаем вместе с вами одно и то же Священное Писание. Когда же мы делимся друг с другом откровениями, которые мы имеем от Господа, тогда мы лучше понимаем Божественную истину. Поэтому, друзья, не пренебрегайте Церковью Божьей, не пренебрегайте телом Иисуса Христа, вашими братьями и сестрами, и находите взаимодействие друг с другом. И, конечно же, читайте Библию вместе. Через это мы получим больше благодати, нежели делать это отдельно. В рамках этого проекта мы читаем, размышляем, комментируем, применяем и обязательно передаем Слово Божье. Если это время вас благословляет, приглашайте друзей в этот проект, ставьте лайки на видео и делитесь этим видео с другими людьми, чтобы и другие могли получать благословение. Мы все еще продолжаем читать псалмы восхождения, которые исполняли паломники по пути в Иерусалим. Три раза в году евреи ходили в Иерусалим на свои главные праздники для совершения массового и торжественного поклонения Иегове. В этом псалме отражена картина «Возвращение из плена». Весь он звучит в ключе радости и надежды, которыми определяется и характер, содержащийся в нем молитвы и образ работающих на поле. Три главные темы мы можем увидеть в этом псалме – это свидетельство возрождения, молитва о возвращении и плоды праведности. Автор псалма говорит, что освобождение было таким неожиданным, что больше походило на сон, чем на правду. Сначала это осознали окружающие народы, а затем только и сами возвращающиеся. Псалмопевец заверяет нас, что несмотря на скорбное время, для народа Божьего все закончится благоприятно. Страдание святых – это сеяние со слезами. Обычные людские беды выпадают и на долю верующих, и им часто приходится плакать. Но слезы не должны мешать сеянию. Мы должны продолжать то дело, которое поручил нам Господь. По завершении же труда наступает блаженное время. Уверен, вы еще больше благодати получите, когда будете читать этот псалм и молиться им. С вами был я, Александр Беляк. Я желаю, чтобы Божья благодать умножалась в вашей жизни каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok